Продолжение следует... 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 И если что, то вот на этой фотографии не Range Rover, вот на этой не Mitsubishi L200, ну и это не Гелендваген вам показалось. Это все автомобили производства холдинга Bike. И даже вот эта вот Hyundai Sonata сделала в Китае на заводе концерна Bike, причем совершенно официально. И Mercedes, кстати, для китайского рынка делают тоже они. Конечно, китайцы пока сильно отстают по технологиям от отечественного автопрома. В то время как на автовазе уже вовсю внедряют в гранты инновационные подушки безопасности на гусином пере, автомобили Chery комплектуются простейшим банальным автопилотом и системой распознавания водителя по лицу. Но учитывая, что Chery лидирует в России среди всех китайских марок как по объему выпуска автомобилей, так и по продажам, есть шанс, что мы благополучно переживем время, необходимое для возрождения москвича, которому прочили лавры поставщика автомобилей для такси буквально несколько месяцев назад. Мне что-то подсказывает, что нас наеб... Ну и главное, о каком автопарке идет речь, если у Яндекса нет своих машин? Очевидно, речь идет о лизинге. Яндекс предлагает производителям автомобилей наладить поставки транспортных средств лизинговым компаниям под гарантией их использования в такси. То есть Яндекс обещает производителям спрос на оптовые партии машин лизинговым компаниям, а тем спрос на эти машины со стороны таксопарков. Ну а таксопарком обеспечит спрос со стороны водителей. И на этом у меня все. Читайте не только заголовки, но и текст заметок целиком. Не дайте обмануть. Продолжение следует...